основной патологии женской и репродуктивной системы. И занимает она второе место по распространенности после воспалительных заболеваний, передающихся половым путем. Так как эта лекция посвящена в основном для пациентов, я буду говорить больше о практических вопросах, но и затрону научную проблематику тоже. Значит, что такое миома матки? Миома матки – это доброкачественная гормональная зависимая опухоль, состоящая из измененных лоткомышечных клеток миометрии. Другие названия этого заболевания – фиброма, фибромиома, но они рекомендуется употреблять после уточнения гистологического строения. При преобладании фиброзной ткани, леомиома – это заболевание, когда пролиферация гладкомышечных элементов ткани матки происходит. Если преобладает там фиброзная ткань, то мы можем говорить о фиброме или фибромиоме. Это тоже та же самая миома, только с преобладанием соединительной ткани. Как часто встречается миома матки? Я уже сказала, это второе по частоте заболевание патология женской половой системы. Более 70% миом протекают асимптомно, поэтому многие женщины могут не знать о том, что у них существует миома. И женщины, которые нерегулярно посещают гинеколога, у этих женщин очень велика возможность выявления миомы, если она асимптомная. В основном миома матки встречается у женщин переменопаузального возраста, то есть после 40 лет. Но в последнее время отмечается повышение частоты миомы матки в репродуктивном возрасте, и она встречается до 30-30% женщин, и часто сопровождается у таких женщин первичным бесплодием. Что такое миома, почему она происходит? Эта миома – это непрограммированное преевалирование процессов деления над программированной гибелью клеток миометрии, то есть апоптозом. Это происходит вследствие нарушения рецепции миометрии к половым гормонам, эстрогенам и прогестерону, вследствие чего происходит поломка клеточного деления, и апоптоз превалирует в процессе деления, пролиферации над процессами, программированной гибелью клеток. У больных лиоми у моей матки наблюдается угнетение клеточного и гуморального иммунитета. В основе процессов гибели, пролиферации клеток лежат процессы гиперэстрогении. Раньше считалось, что в основном в развитии роста миомы матки в основном играет роль гиперэстрогении, то есть повышенное содержание эстрогенных гормонов, женских половых гормонов. Однако в последнее время доказана роль прогестерона в развитии миомы матки. Так, например, у женщин, которые имеют беременность, миома матки прогрессирует и увеличивается размер, потому что в этих узлах имеется экспрессия рецепторов прогестерона. Особенные изменения, глубокие нарушения отмечены у женщин с миомой матки с быстрым ростом и большими размерами узла, больше 12 недель беременности. Как происходит развитие миомы? Образуется активная зона роста в миометрии в следствии поломки гормональных нарушений. Но в основе также развития миомы играет роль также мутации генов. Особенно доказана роль изменения в хромосомах в 12-й поломках 12-й и 14-й хромосомы. Этим и объясняется появление и наличие наследственных форм миомы. Мы часто знаем, что миома бывает у матери, затем у дочерей, у внуков появляется миома матки с возрастом. Но мы отмечаем еще такую тенденцию. Если у матери миома матки проявляется при кремактерическом периоде, то уже у дочери она может проявиться раньше, в более репродуктивном возрасте. Значит, первая стадия – это образование активной зоны роста миометрия вблизи сосудов с высоким ростом сосудистой тканевой проницаемости. Вторая стадия – рост опухоли без признаков дифференцировки. Определяется микроскопически только узел миомы. И третья стадия – когда растет опухоль с дифференцировкой и создание макроскопического узла. По классификации миома матки может располагаться в теле матки и в шейке матки. В шейке матки миома матки располагается крайне редко. Это 5%. В теле она располагается в 95% случаев. Она может располагаться как субсирозная, то есть под сирозным покровом матки. Вот на этом снимке я показываю. Она может располагаться интрамурально, в мышечной оболочке матки. Она может располагаться под слизистой оболочкой матки, субсмукозная миома. И она может располагаться на ножке, то есть как бы отходит от матки такой узелок с наличием ножки. Вот в основном вот таким образом классифицируется миома матки. По морфологическому строению миома матки бывает простая, пролиферирующая миома матки, в котором имеется активное пролиферация клеток и пресаркома, когда имеются множественные очаги пролиферации с атипией и выраженной методической активностью. Клиника. Как проявляется миома матки? Одним из симптомов миома матки является бесплодие. Бесплодие играет в последние годы отмечено большое количество женщин, у которых имеется бесплодие, связанное с миомой матки. Раньше обычно это не связывали, но сейчас есть работы, и в частности мои собственные исследования тоже показали, что при миоме матки имеются изменения в эндометрии, которые нарушают процессы имплантации плодного яйца, вне зависимости от того, что миома матки растет в полость матки или в межмышечно растет. Там доказано, что факторы, которые способствуют имплантации, то есть факторы роста, лифт-фактор, ростовые факторы, которые способствуют децидуальной трансформации шейки матки имплантации плодного яйца у данной категории больных отсутствуют, и вследствие чего развивается бесплодие. Основным симптомом миомы матки является боль тоже. Боль может быть различного характера. Она может ощущаться в виде чувства тяжести внизу живота, подтягивания. Может быть, это связано с тем, что при росте миомы происходит растяжение связочного аппарата, и рецепторный аппарат матки реагирует на увеличение размеров и происходит формирование боли. Может быть, схваткообразная боль. Схваткообразная боль обычно бывает при субмукозной миоме, когда происходит рост узла в полость матки, и матка во время инструации особенно пытается выдолкнуть этот узел, и поэтому происходят схваткообразные боли. Одним из основных клинических признаков миомы является кровотечение. Кровотечение может быть очень незначительным некоторым в начале и может давать кровотечение выраженную анемизацию пациентки с падением гемоглобина до тяжелых форм анемии. Все зависит от расположения миоматозных узлов. Особенно часто кровотечение возникает при субмукозном расположении узла. При росте миоматозного узла по передней стенке иногда происходит давление мочевого пузыря и нарушение функции мочи и спускания. При интралегаментарном и связочном расположении узла происходит нарушение оттока мочи, сдавливания мочточников, вплоть до возникновения гидронефроза, то есть страдает уже почка. И может быть запоры, когда узел располагается по задней стенке, издавливает ректосигмоидный отдел кишечника. Кроме того, иногда больные сами ощущают наличие какого-то образования в брюшной полости, сами нас щупывают. Это происходит рост опухоли. Рост опухоли является показанием к оперативному лечению. Если опухоль, быстрый рост опухоли, если опухоль растет на 4 недели беременности, то есть мы оцениваем размеры матки, миомы, по срокам беременности. Как бы оцениваем им в зависимости, сопоставляя со сроком беременности. Если матка на 14 недель беременности, это уже большие размеры матки. Больше 12 недель беременности, это большие размеры матки. Если опухоль растет каждый год на 4 недели, это говорит об очень быстром росте опухоли, который является показанием к оперативному лечению. Я бы хотела отметить факторы риска возникновения миоматки. К таким факторам относятся поздний возраст, начало менструации, отсутствие половой жизни у женщины, ведь раньше даже миому матки называли болезнью монашек. Позднее начало половой жизни, поздняя первая беременность тоже предрасполагает к образованию миому матки. Метаболические нарушения, такие как ожирение, сахарный диабет, дефицит витамина D, злоупотребление курением, кофе. Вот эти все факторы влияют на возникновение миомы матки. Как я уже говорила, состояние эндометрия страдает у женщин с миомой матки. При этом у пациенток с бесплодием на фоне миомы матки преобладает первичное бесплодие. У пациенток с миомой матки не только выявляются узлы, деформирующие полость матки, но и интрамуральные узлы также способствуют нарушению изменения трофики эндометрии и нарушению ростовых факторов эндометрии. При первичном бесплодии у пациенток с миомой матки чаще обнаруживается множественная миома матки. Мы говорим сейчас, во всем мире отмечают, что миометрия и эндометрия, слизистая оболочка матки это в целом единый процесс. И поэтому очень часто при миоме матки встречаются сочетанные патологии матки, такие как полипоэндометрия, гиперплазия, хронические эндометрии. И все это свидетельствует о том, что происходит системная поломка в репродуктивной системе и возникают гиперпластические процессы как в миометрии стенки матки, так и в эндометрии слизистой матки. Какие осложнения бывают при миоме матки? Происходит нарушение кровообращения в узле и некроз узла. Перекрут. Вот я показывала субсирозный узел на ножке. Он может перекручиваться, тоже вызвать некроз узла. Дегенеративные изменения в узле. Вследствие того, что нарушается кровоток в узле, то происходит отек, гиалиноз, воспалительные изменения в узле. Мы должны отметить также онкологическую настороженность. Хотя перерождение миомы матки происходит крайне редко, особенно в репродуктивном возрасте. И более часто в постменопаузе от 2,6 до 3,7% случаев. Это саркома матки, то есть рак матки, как в простонародье говорят, это совершенно другой процесс. Там, если здесь происходит изменение в процессах пролиферации клеток, то есть апоптоз, пролиферация превалирует на запрограммированную гибель у клеток, то при саркоме происходит изменение другого плана. В основном за счет стволовых клеток развивается саркома матки. Поэтому эти два процесса нельзя объединять вместе. Хотя крайне редко происходит перерождение миомы матки. Как мы диагностируем миомы матки? Конечно, в первую очередь это бимануальное исследование, то есть влагалищное исследование. Вы приходите к гинекологу, он вас осматривает, видит увеличение матки. Если она узловая такая матка, то сразу можно предположить, что это миомы матки. Но иногда бывает матка округлой формы и не слишком, не очень увеличена, тогда мы в любом случае скрининговый метод определения миомы матки – это ультразвуковое исследование. Ультразвуковое исследование позволяет нам выявить расположение узлов, размеры узлов. И на основании ультразвукового исследования мы можем оценить, какие размеры матки и уже предположить, нужно ли оперировать или надо пролечить такую матку, такую женщину. Гистероскопия. Гистероскопия – это метод, который позволяет оценить полость матки и диагностировать наличие подслизистой матки или субмукозной матки. Значит, при гистероскопии мы можем одномоментно и выполнить гистерорезектоскопию, то есть удалить миоматозные узлы, располагающиеся в полости матки. Бывают различные типы субмукозных или подслизистых узлов. И подслизистый узел может полностью находиться в полости таза. И тогда это нулевой тип узла. Он может находиться в полости матки на 50%. Это тогда первый тип узла, больше 50% в полости матки. Если основная часть узла, больше 50%, будет находиться уже в миометрии, это второй тип узла. И третий тип узла, когда только верхушка узла определяется в полости малого таза. В основном узел располагается в миометрии. Иногда мы назначаем магнитно-резонансную томографию или компьютерную томографию. Для чего это назначается? Если мы видим, что узел имеет при ультразвуковом исследовании какой-то настораживает, в каком плане? Имеется очень сильное кровообращение в узле, имеются дегенеративные изменения в узле. Мы должны исключать, нет ли там саркома, нет ли другой какой патологии, кроме миомы матки. И обязательно назначается ангиография при подозрении на саркома. Часто при миоме матки, как я уже говорила, происходит изменение в эндометрии. И часто производим выскабливание эндометрии. Потому что миомы матки, полипы, гиперплазии, эндометрии – это сопутствующая такая патология. И при выполнении одной операции в рамках одного наркоза выполняется также гистологическое исследование эндометрия. Но основной метод еще диагностики, диагностика и как бы лечебная процедура в конечном итоге – это лапароскопия. Значит, как мы лечим миомы? При клинически незначимых миомах матки размером до 15 мм, который не деформирует полость матки, показано динамическое наблюдение. Мы таких пациенток не лечим, наблюдаем каждые 3-6 месяцев, в зависимости от того, как пациентка, но не менее чем 2 раза в год, больная должна посещать гинеколога. Если при малых размерах множественных миомах матки, не превышающих 20 мм, и общий объем матки, соответствующий 8 неделям беременности, мы назначаем агонисты гонадотерапин, релизинг гормонов в течение 3 месяцев. Если женщина при менопаузе, значит, что такое агонисты гонадотерапин, релизинг гормонов? Это гормональные препараты, которые вызывают искусственный климакс у женщины, и сопровождается он также вегетососудистыми нарушениями, приливы жара, головокружения могут быть у женщин. Обычно мы гонадотерапин, релизинг гормоны назначаем у женщин при менопаузе. В репродуктивном периоде у женщин с миомой матки мы назначаем препарат улепристаллацетат или эсмия. Это селективный блокиатор рецепторов прогестерона. Механизм действия заключается в блокаде рецепторов прогестерона. Но этот препарат тоже имеет свои побочные действия, так как он может вызвать пролиферацию эндометрия. Иногда в некоторых случаях вызывает гиперплазию эндометрия. Поэтому при назначении этого препарата мы должны строго следить за тем, насколько слизистая эндометрия разрастается, если имеются признаки гиперплазии, разрастания слизистой матки, мы ставим вопрос о том, чтобы провести гистероскопию и выскабливание эндометрии. Доказано, что агонисты уменьшают размер миоматозных узлов до 50%, купируют геморрагический синдром, то есть прекращается кровотечение и имеют выраженные побочные эффекты, как я уже сказала, это вегетососудистые нарушения. Селективные модуляторы рецепторов прогестерона или ЭСМИЯ в основном применяются в предоперационной подготовке больных, когда у женщины кровотечение, гемоглобин низкий, допустим, до 80-90 и еще ниже спускать, тогда мы назначаем ЭСМИЯ, чтобы подготовить больную к операции поднятия гемоглобин. И если мы готовим пациентку к плановой операции, а размеры узлов велики, а мы хотим сделать эту операцию щадящим минимально инвазивным методом, то есть лапароскопический, то тоже назначается ЭСМИЯ, но не более чем 3 месяца. Также купируется геморрагический синдром, но я сказала, отрицательное влияние на эндометрию, поэтому мы должны с особой осторожностью подходить к пациентам, у которых имеется полипа эндометрия, гиперплазия эндометрия. Раньше применяли мифепристон, однако в Нагохрановский обзор 2012 года не рекомендуют генистрил или мифепристон для лечения миомоматки. Поэтому два основных препарата, это агонисты ганатотропин-релизин гормонов, это бусирилин, дифирилин, золадекс и селективные модуляторы рецепторов прогестерона, это ЭСМИЯ. Далее, лечение миомоматки. Ну, все лечение, хирургическое лечение миомоматки зависит от возраста пациентки, сопутствующих гинекологических заболеваний, состояния репродуктивной функции. В переменопаузальном возрасте традиционно выполняется гистероктомия. Миомоматки больших размеров у женщин репродуктивного возраста, большие размеры матки, считаются размеры матки больше 4 см диаметра, выполняется миомэктомия. При суммукозной миоме до 3,5 см оперативное лечение при суммукозной миоме это гистерорезектоскопия, то есть удаление миомоматки влагалищным доступом. Также применяется эмболизация маточных артерий. При эмболизации маточных артерий при множественной матке с размерами узлов до 6 см показанием является. Одним из органосохраняющих методов является эмболизация маточных артерий. Однако этот метод имеет по клиническим данным результатам исследования до 15% неудовлетворительных результатов. До 2% процедур могут быть технические неудачи, невозможность выполнения. К отрицательным моментам относятся боль и дискомфорт в малом тазу в умеренной степени выраженности в течение нескольких дней после эмболизации. Но бывает очень острая боль и которая требует даже применения иногда наркотических средств. Риск серьезных осложнений, которые могут приводить к гистероктомии, тоже возможен в 1-2% случаев. Но самое главное при эмболизации маточных артерий мы делаем это слепую, мы не знаем результатов гистологического исследования. То есть мы не знаем, может там оказаться и саркома. Мы не можем, мы не имеем представления о гистологическом строении опухоли. Но это еще один момент относительно восстановления репродуктивной функции. Хотя сейчас есть литературные данные о том, что восстанавливается репродуктивная функция, есть результаты восстановления, полного восстановления с родами, но тоже этот вопрос требует определенного уточнения. Но я бы хотела сказать про миомектомию. Миомектомия может выполняться и лапароцкопически, и лапаротомным доступом, но основное в этой операции это то, чтобы прессии выполнять лапароскопически, надо прошивать матку, зашивать лужу узла так, как если бы мы делали лапаротомно, то есть через разрез, матка должна прошиваться в несколько слоев, если глубокий миоматозный узел прорастает всю толщу матки. Причем при удалении узла следует обратить внимание на то, что вокруг узла имеется псевдокапсула. Что это такое? Это соединительная тканная капсула, которая прорастается сосудами и нервами. Она если раньше полностью удаляли вот этот сосудистый каркас и тогда восстановление матки происходит неполноценно. В настоящее время стараются щадящие относиться именно к псевдокапсуле, поскольку она способствует полноценному заживлению матки. Как производится предоперационная подготовка? Значит, мы должны точную диагностику произвести нарушения во всех звеньях репродуктивной системы. Мы должны оценить эндометрии, состояние предатков, локализацию узлов и наличие сопутствующих патологий. Должны провести обследование на инфекцию, передающуюся половым путем и полную санацию инфекционных осложнений. Вот техника миомектомии, которая выполняется лапароскопическим доступом. Проводится разрез над миоматозным узлом, удаляется вот этот миоматозный узел в пределах псевдокапсулы и дальше это субсирозный узел, он неглубоко прорастает в полость матки и дальше уже прошивается, вы видите, полость матки. Точно таким же образом можно ее прошить и если разрезать через провести через посредством лаборатомии, то есть чревосечение. Результаты сопоставимы как лапароскопические, так и путем чревосечения. Однако лапароскопия это щадящий метод, который позволяет сохранить орган и быстрее восстановить женщину. А отдаленные результаты при правильном зашивании могут быть адекватны. следует сказать, что миомомарки лабороскопически можно сделать и 10-сантиметровые миома, однако это должен сделать хирург, который владеет этим методом. Миомэктомия относится к категории операции повышенной сложности и эту операцию должен выполнять хирург, который имеет достаточного опыта в проведении данной операции, потому что это репродуктивная операция. Она должна выполняться таким образом, чтобы женщина в последующем могла выносить беременность. После операционного как ведутся эти больные? Интероперационно вводятся антибиотики и в послеоперационном проводится антибиотика профилактика в течение двух-трех дней. Пациенты активизируются через 4-6 часов, питание пациента вечером в день операции и адекватного обезболивания по необходимости. Обычно больные требуют обезболивания один день. Через день они уже свободно ходят, свободно передвигаются, восстанавливается кишечник. обычно такие больные выписываются на 2-3 сутки после операции. Значит, удаление условий миомы многократно повышает шанс наступления беременности и благоприятного исхода. После проведенной миомоктомии беременность разрешена не ранее, чем через 6-7 месяцев. После гистерорезектоскопии через 4 месяца. В каждом конкретном случае пациенту, доктор, выполняющий операцию, обговаривает с пациентом о том, насколько надо предохраняться от беременности, когда возможно наступление беременности. Пациент должен обязательно прослушать рекомендации лечащего доктора, поскольку если раннее наступление беременности при неполноценном заживлении рубца, то может быть разрыв матки в течение беременности или во время родов. Поэтому за период, когда женщина должна предохраняться, предохранение может быть разным. в основном назначают контрацептивные препараты типа Жанин и другими. Значит, у женщин в временно-паузальном возрасте и в менопаузе назначается оперативное лечение это гистероктомия. В структуре гинекологических вмешательств гистероктомия занимает ведущее место. Среди всех операций выполненных гинекологии она колеблется, частота этой операции от 25 до 38 процентов. В Соединенных Штатах Америки ежегодно выполняется от 400 до 500 гистероктомий в год. И самым частым заболеванием лечения которого в 92 процентах завершается гистероктомия является миомоматки. Значит, метод радикальный. Плюс этого метода в том, что наиболее простой метод с точки зрения технического исполнения. нет органа нет проблем и минусы он неприемлем для женщин с нереализованной релитородной функцией. Таким женщинам, конечно, мы стараемся делать миомэктомии. Однако бывают в случае акушерские случаи, когда массивное кровотечение в растании плаценты в этих случаях делается гистероктомия также молодым женщинам. Доля гистероктомии в структуре гинекологических операций до 38%, я как сказала акушерских от 5 до 11%. Средний возраст пациентам, которым выполняется гистероктомия премиумы матки составляет 40,5 лет. При патологических акушерских ситуациях 36 лет. Многие авторы ставили вопрос, насколько изменяется функция яичников после удаления матки. В моей диссертационной работе была выполнена такая задача, и мы определили, и также многие авторы подтвердили наши данные о том, что гистероктомия не влияет на состояние функции яичников. Были обследования на пациентке, на 50 пациенток, которым было проведено полное гормональное обследование до операции, через 3 месяца, через 6 месяцев и через год после операции. Фактически изменение гормонального форма зависело от возраста пациенток, но никак не зависело от объема операции. Нами изучалось психоэмоциональное состояние, гормональная функция, уродинамические показательные и состояние мышц тазоводна у больных, которые перенесли гистероктомию. В древности от какого слова происходит гистероктомия? Гистер это значит по-гречески истерии. И древние авторы еще связывали истерические реакции у женщин с маткой именно. Поэтому многие женщины и до настоящего времени и сейчас встречаются женщины, которые связывают свою женственность именно с наличием матки. На самом деле это не так. Нами проведен был опросник, мы опросили более 150 женщин, которым делали операцию до операции, их состояние, в котором учитывалось и физическое состояние, и общее состояние здоровья, психоэмоциональное состояние, сексуальное женщин. И по данным опросников 98 с лишним процентов женщин отметили улучшение своего состояния по всем аспектам и психологическом, и физическом, и сексуальным. Потому что уходят боли, уходят кровотечения, уходят необходимости предохранения у женщин. Они все это отмечали в опросниках. Поэтому говорить, что гистероктомия влияет на сексуальность мы не можем. Мы знаем, что орган зависит от рецепторов в облагалище и в клетере. Шеечный орган встречается крайне редко менее чем 2% случаев. Поэтому говорить о том, что умеом матки изменяет сексуальность женщины, мы не можем говорить. Это неправомочно. О гормональной функции я вам уже сказала. Также мы обследовали уродинамически, насколько меняется функция мочи выделения. При проведении нам показано, что после месяца, после операции восстанавливаются полностью все функциональные способности женщин в плане мочеспускания, дефекации и так далее. По состоянию мышц тазового дна, если у женщины есть опущение, несостоятельность мышц тазового дна, то она не усугубляется после гистероктомии. Поэтому гистероктомия таким образом не влияет на состояние мышц тазового дна. Если есть необходимость, то можно одновременно с удалением матки провести также коррекцию состояния мышц тазового дна. У женщин, как я уже сказала, качество жизни улучшалось после гистероктомии, и однако более быстрое восстановление и улучшение качества жизни, конечно, отмечено после гистерорезектоскопии, когда происходит удаление через влагалище миоматозного узла. Но это естественно, это менее инвазивная операция, чем лапароскопическая. Хотя при лапароскопии я вам хочу сказать, что намного быстрее восстанавливается состояние женщин, чем если выполнять чревосечение. Таким образом, в арсенале наших наших у нас имеется несколько видов лечения миомы. Во-первых, консерватив, все зависит от возраста пациентка, от состояния сопутствующих органов, сопутствующих патологий, от того, насколько большие размеры миомы матки. И мы стремимся к минимально инвазивным технологиям. И даже большие размеры миомы можно выполнить лапароскопическим доступом. Но это не должно быть спортивным мероприятием, нельзя стремиться к тому, чтобы обязательно сделать, надо всегда оценивать, насколько это возможно. И если нужно, то подготовить такую больную. В арсенале у нас есть препараты гонадотерапин релизинг факторы и у нас есть эсмия, которая позволяет нам уменьшить размеры узла и сделать более щадящее оперативное вмешательство. Моя лекция подошла к концу. Если есть какие-то вопросы, я готова к вам ответить. Пожалуйста. Спасибо. 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 ! Спасибо. hosp … Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Я рекомендую эмболизацию, но в определенных ситуациях. Обычно я даже назначаю эмболизацию, если имеются очень большие размеры миомы. И для исключения кровотечения во время операции и так далее, уменьшения размеров миомы, я рекомендую эмболизацию. Но в некоторых случаях эмболизацию рекомендую, если женщина уже отказывается от оперативного лечения. В приоритете, конечно, в приоритете хирургическое лечение. Может ли миома матки быть причиной нерегулярной менструации? Обычно миома матки не является причиной нерегулярной менструации. При миоме матки регулярной менструации. Но если есть нерегулярная менструация, надо исключать внутриматочную патологию. И исключать кистозное образование в яичниках. Потому что при миоме матки обычно менструальный цикл регулярный. Но бывает кровотечение, которое связано с наличием миоматозных узлов. Я уже в своей лекции вам рассказала, что миома матки часто сопровождаются гиперплазией, полипами эндометрия. Которые могут быть причиной нерегулярного менструального цикла. А также кистозное образование яичника. Еще есть какие-то вопросы? Я отвечу. А также кистозное образование. Так, может ли миомоматкой быть причиной нарушения менструального цикла? Я уже ответила на этот вопрос. Миомоматки вызывают кровотечение в основной, но цикл регулярный бывает. Если есть сопутствующая патология, связанная с эндометрием, с кистозными изменениями в яичниках, то да, может быть нарушение менструального цикла, но это не связано с миомоматкой. Миомоматки вызывает кровотечение. Еще какие вопросы? Спасибо. 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 Вера, значит, при УЗИ выявили у вас гиперплазию эндометрия. Она подтверждена гистологически. Вам делали гистероскопию? Она не является результатом задержки менструации. Даже если задержка менструации происходит, эндометрия не может вырастать до размеров гиперплазии, чтобы оценить как гиперплазию эндометрия. Значит, там была какая-то патология. Вам делали гистероскопию выскабливания? Ответьте, пожалуйста. Гиперплазия – это гистологический диагноз. Но на основании ультразвука мы можем предположить, что там гиперплазия эндометрия. Но поставить такой диагноз, как гиперплазия, только по результатам гистологии мы можем. Гиперплазия. Продолжение следует... Вера, повторяли ли вам повторно ультразвук на пятый-седьмой день цикла? Если не повторяли, вам надо сделать обязательно это обследование на пятый-седьмой день цикла. И тогда уже говорить, можно подозревать, в эти дни не повторяли. Обязательно повторите на пятый-седьмой день цикла. Первый день цикла – это первый день менструации. И после того, как вы повторите, надо пойти вам к гинекологу, потому что вас надо пообследовать. Гиперплазия – это непростой диагноз, тем более вы не живете половой жизнью. Еще какие вопросы? Гиперплазия – это непростой диагноз. Нам нужно подозревать. Продолжение следует... 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 вам ответить но мне кажется уже вопросы все прекратились если есть еще какие-то вопросы я готова еще две минуты подождать если нет то мы прекращаем вещание спасибо большое за внимание которое вы оказали и интерес к миоми матки действительно это заболевание требует к себе внимание и чем раньше она диагностируется тем быстрее лечится и восстанавливается репродуктивная функция у женщин спасибо за внимание